Студентки из Донецкой области Анастасия Голубоярова и Светлана Бескупская за прошедший месяц на новом месте освоились. И даже нашли подработку – столовый пункта временного размещения. Решили, что как только позволит обстановка, вернутся на родину, получат диплом о высшем образовании и снова приедут в Самару жить и работать. Желание остаться в Самарской области высказало большинство вынужденных переселенцев. Такое же решение приняла и семья Зайченко. Пенсионеры мечтают получить российское гражданство и путешествовать по стране. А пока под впечатлением от Самары. Большой город как бы оживляет нас. Мы ходили, мы прошлись, и туда выходили, и трамвай, и магазинчики, тут все хорошо, все отлично. Мы везде прошлись, так интересно, все так уютно, все нормально, все. Даже не нормально, а отлично, можно сказать. Трудоустройство, получение гражданства, льготы при поступлении в университеты и колледжи, а также получение пособий на детей. С этими вопросами переселенцы из ДНР и ЛНР обратились к советнику, уполномоченного по правам человека в России Евгении Варшавской. Она приехала проверить, в каких условиях живут люди во временных пунктах размещения. На мой взгляд, условия очень достойные. Комнаты чистые, с хорошим постельным бельем. С условиями, там, санитарными, все хорошо. Мы будем довольны. Мы даже внезапно вот зашли в другую комнату, ну, в очередную комнату, и прям улыбки на лице, спасибо, спасибо, все хорошо. Как отметила Варшавская, в пунктах временного размещения сейчас нет проблем, которые не могли бы быть решены региональным правительством и муниципалитетами. В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гольцова заверила, что многие обращения и вопросы уже в проработке. Люди, которые попали и оказались в трудной жизненной ситуации в связи с событиями на Украине, должны быть обогреты и получить возможности жить дальше, строить свои жизненные перспективы. Во всех пунктах временного размещения для переселенцев организовано четырехразовое питание, есть мобильные библиотеки и игровые комнаты для детей. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Продолжение следует...